Спустя несколько месяцев после того, как международный аэропорт Кишинева перешел в управление государства, он вновь может быть передан в концессию. Власти ищут стратегического партнера, способного развивать и управлять аэрогабанью. Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну. Он подчеркнул, что аэропорт нуждается в инвестициях на миллиарды леев, и такими возможностями правительство не располагает. И это при том, что недавно президент Майя Санду категорически отвергла сообщение о поиске частного инвестора для аэропорта, который, как она подчеркнула, очень важен для государства и не может быть передан в концессию. В ходе передачи на реалитате Live министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что международный аэропорт Кишинева нуждается в инвестициях в размере до 300 миллионов евро. В настоящее время, по его словам, ни администрация аэропорта, ни государство такой возможностью не располагают. Исходя из этого, власти изыскивают наилучшие варианты привлечения соответствующих средств и находятся в поиске стратегического партнера, который отвечал бы ряду критериев. А именно, обладал бы необходимыми финансовыми средствами, возможностью осуществления строительства по самым высоким стандартам и был бы способен эффективно управлять. На следующей неделе представители известной французской компании прибудут в Кишинев и посетят аэропорт. С одной стороны, государство управляет аэропортом. С другой стороны, мы хотим найти долгосрочное решение, чтобы иметь современную инфраструктуру и как можно больше рейсов из Кишинева и в Кишинев. Не могу сказать, что это концессия, так как есть несколько моделей. Одна из них – публично-частное партнерство или концессия. Но положение вещей не может оставаться таким же, и в последующие полгода правительство должно принять решение. Когда оно будет принято, я объявлю публично, является ли это контрактом на управление чисто финансовой инвестицией и концессией, либо публично-частным партнерством. Мы представим все необходимые аргументы и разъяснения. В течение полугода правительство должно принять решение относительно аэропорта, добавил Спыну. На вопрос нашего репортера, когда же он честен, когда говорил, что аэропорт должен быть передан в управление от концессионера к государству, или сейчас, когда он уже изменил свое видение этой темы, министр ответил следующее. Когда вы были честны тогда или сейчас? И тогда и сейчас. Тогда речь шла о том, предлагается ли сразу привлекать инвестиции каких-то партнеров. С моей точки зрения, это ненормально, что сразу после того, как вы взялись, нужно заключать какое-либо партнерство, потому что его стоимость невелика. Если же вы в определенный момент придете к заключению государственно-частного партнерства, вы должны сделать это после решения определенных проблем, чтобы государство имело как можно больше преимуществ. Высказыванием Спыну предшествовало заявление президента Майи Санду, подчеркнувшей в эфире ВОЧа Басарабии в конце октября, что концессия международного аэропорта Кишинева не обсуждается и не ведется поиск потенциальных инвесторов. Никаких поисков не ведется. Если бы были, об этом объявили бы публично. Мы следуем принципу транспарентности. Есть управление со стороны государства. Разумеется, возникло множество проблем, которые должны быть решены. Посмотрим, смогут ли люди, которые были назначены, справиться. То есть нет никакого негативного намерения. Аэропорт очень важен. О намерении передать в концессию международный аэропорт Кишинева неоднократно заявлял ряд официальных лиц. В частности, об этом говорила бывший министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа в эфире телеканала Н4. По ее словам, в поиске партнера для передачи аэропорта в концессию участвует широкая команда. И не только из числа представителей ведомства, которое она возглавляла, но и из Министерства экономики. Возможно, отдадим его в концессию. Когда-нибудь хорошему, кому-то сильному, не из Хабаровска, с соблюдением закона. Конечно. Анализируем в правительстве разные варианты, ведутся дискуссии. Объявим, когда будет принято решение. Но сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся убедить как можно больше операторов прийти на рынок нашей страны. Заявление о Дабиже вызвали волну критики в публичном пространстве. А на второй день после того, как прозвучали ее высказывания, советник министра заявила, что журналисты неверно интерпретировали слова Лилии Дабижи. Однако впоследствии представители власти все более открыто говорили о возможной передаче в концессию международного аэропорта Кишинева. У меня есть достаточно подозрений относительно способности государства в целом быть эффективным менеджером в экономической области. Поэтому, естественно, было бы своевременно передать в концессию ответственному экономическому агенту, серьезному, из Европейского Союза, который занимается управлением крупных аэропортов. Напомним, 28 марта этого года власти завершили все процедуры передачи в управление государства Кишиневского аэропорта от консессионера компании «Авиаинвест». Как заявила тогда президент Майя Санду, власти страны и народу удалось доказать, что Молдова не продается. Сегодня восторжествовала справедливость. Международный аэропорт Кишинева вновь перешел к государству, то есть гражданам. Решение о передаче Международного аэропорта Кишинева в концессию сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Компания-концессионер обязалась инвестировать 250 миллионов евро в его модернизацию. Однако ее обвинили в невыполнении договорных обязательств и инвестиционного плана, а также потребовали расторжения договора. На основании решения апелляционной палаты 27 марта этого года агентство публичной собственности объявило, что все активы, имущество и земли Международного аэропорта Кишинева вернулись в собственность государства. Представители «Авиаинвест» отвергают выдвинутые против компании обвинения и указывают, что инвестиции превысили 72 миллиона евро, а качество выполненных работ по модернизации прошли проверку контролирующих госорганов. Вместе с тем компания обжаловала решение апелляционной палаты в высшей судебной палате. Окончательное решение по этому делу пока не принято.